Знаю, что несмотря на то, что война, несмотря на то, что ты в Донецке, ты очень хорошо знаешь ситуацию дома, на родине. Сейчас на Площади Свободы очень много людей. Они пришли поддержать не только Джон Суха, а Аглейба. Они пришли выразить свой протест вот тому беспределу, который происходит в части роста цен на топливо и вообще всего остального. Что думаешь по этому поводу, первое, хотелось бы знать. И вообще твое отношение вот ко всем этим вопросам. Ты показывал нам видео, на котором цены на топливо в воюющей стране совершенно другие, да? Другие. Они умудряются еще снижаться, наблюдая за курсом в мире. Они снижаются. Ну вот, даже этот пример. А у нас все наоборот. Ну да, на рубль 50, говорят, цену снизили за последние несколько дней. Ну, капля в море, понятно. Что думаешь? Если я скажу, что все, что думаю, то тебя, наверное, YouTube или Facebook заблокируют. Все на родине, да, и кто со мной общается, не знают, что я сквернослов. Но все равно я постараюсь воздержаться от своих эмоций, скажу, чуть-чуть более попроще. Но поверьте, что простота слова, это не значит, что не передаются эмоции внутри. Я их давлю себе, потому что, когда я перехожу на эмоции, могу в смысле сбиться и не досказать. Вот те люди, которые сегодня во власти, многие пытаются сказать, ты их привел. Да, я их привел, но создали их вы. Так как мне надо было убрать власть, убрать, потому что это касалось личного моего, моей семьи, моих родственников и всего, и личное мы не переводили в политическое. Просто так случилось, что это касалось политиков. И меняя одного политика, ты должен его поменять на другого. А другого создали вы, и мы на него поменяли. Если у вас было бы миллион оппозиционеров, и мы из этого миллиона выбрали бы кого и его, то да, вы могли бы нас обвинить. Но когда вы создали единого оппозиционера, и меняя власть, чтобы они не пришли к властям, я бы вынужден был пойти туда. И еще раз повторю, если бы ситуация знала, что этот человек будет таким же, как у кого убрали, а даже где-то местами хуже, вернуть время назад, я бы все равно пришел бы к нему и сказал бы ему, что пойдем, возвращайся на родину. Потому что ситуация была таковой, и даже анализируя спустя время, другого не было, другого варианта нет. Но это не значит, что мы можем себе позволить им гулять дальше так, как они гуляют. Первое, что я хочу сказать. Интриги, которые вчера, позавчера запускались, о том, что Грузия готовится к нападению на Абхазию, там всех резервистов об обзывании и так далее. Это делается с простой одной мыслью, чтобы сегодня рядом с Ченцухом было наскоро намного меньше людей. В свое время Петух Лешко вышел на митинги и сказал, вы что, хотите, чтобы на нас Россия напала? И он просто остановил революцию. И вот тот же самый фокус пытаются с вами сегодня сделать, сказать. Грузия готовится. Грузия все 30 лет готовилась. В 2008 году просто их хребет поломали. И там стоит сегодня Россия. И Грузия понимает, что сегодня внутри идет нагнетение. И те люди, которые нагнетают, они, конечно, хотят, чтобы был прецедент для того, чтобы убрать власть Ивана Швили и так далее. Уже со стороны Грузии звонят. Мане, которого они считают врагом. Грузия искренне меня считает врагом. И неоднократно это демонстрировала, показывая там видео с моим участием. И желая мне такого, что я не остался. Она говорит, пришлите делегацию. Мы провезем в любые точки, которые вы хотите, вдоль границы. Еще что-то. Убедитесь в том, что мы не готовимся. И новых кадров с подготовкой к грузинской армии нет. Есть только старые кадры, где вбрасываются. И вбрасываются это нашими властями. Через ботов, которые они понанимали и так далее. И вы отследите. И вбрасываются именно теми ребятами, которые контактируют с грузинской стороной. А именно за людей, которые за Саакашвили. Первое. Хотели сделать лагерь подготовки бойцов, которых отправляют на Донбасс в Абхазии. С посыла Грузии. Чтобы оппозиция могла упрекнуть власти в бездействии. Власти Грузии в бездействии. О том, что видите, сепаратисты, как они нас называют в Абхазии. Готовят боевиков и отправляют. И это был один из чиновников этой власти. И это сегодня же продолжается. Может его в темную использовали. Но сомневаюсь. Проанализируйте. Мы сделаем лагерь лучше, чем в Гудермесе. Слушайте, в Гудермесе лагерь сделан для того, чтобы готовить там, сколько вы хотите. Не фантазируйте. Не будьте вредителями для своей родины. Для своей единосекундной выгоды вы ставите под угрозу. В Грузии сегодня невыгодно воевать. У нее на грани революции они стоят. И они для себя понимают, что крови они столько не вынесут. И сегодня власть, которая в Грузии есть, да, она пытается нас купить всякими паспортами. Да, она пытается купить нас всякими больницами и услугами. Да, пытается. А что мешает нам эти миллиарды, которые мы списываем на свет, на майник, на все это? Просто построить одну больницу. Просто нанять туда специалистов и лечить. Что нам мешает? Ничего. Хорошо, мы не справляемся. Что нам мешает обратиться к России и сказать, откройте один хороший военный госпиталь. Или вахтовым способом здесь работаете. Вот у нас есть российское гражданство. Мы имеем медицинское страхование, чтобы мы обслуживались и лечились здесь. Чтобы мы никуда не выезжали, ни в Краснодар, ни в Сочи. Вот здесь отдать им одну больницу, чтобы они ее сделали от и до. Или вас мрамор грузинский покупают. Так давайте с мрамора сделаем и у нас больницу. Для России, Абхазии, наш уютный маленький дом не заметит. Она сделала такую шикарную больницу. Современную, напичканную, еще что-то не заметит. Но мы об этом не говорим. Мы этого не хотим. Все вопросы упираются только. Дайте нам денег, мы сами сделаем. Дают нам деньги, что мы сделали. Мы ни один туалет даже не построили за это время. Мы упрекали в этом хаджингу. Но три года прошло. Может, и уже можем и эту власть упрекнуть, что ничего не строится. Пандемия была на вашу голову. Два года ей отмахивались. Но вам не помешало гулять, отдыхать, покупать новые машины, покупать новые квартиры. Пандемия же была. Как вы это делали? Или вы все же были бизнесменами, поэтому за свой офис не могли заплатить до этого. А сегодня все гуляете. Правду народу говорите. А народ, который сегодня идет, голосует за бак бензина. Вы этот бак за один день выкатываете. Я переведу вам 5000 рублей. За голос 5000 рублей. День вы покатались, пять лет на вас катаются. Вы чего потом хотите услышать? Вы хотите, чтобы мы с Донецка сорвались, приехали, устраивали революции? Люди, пока вы сами не зададите за себя вопросы, мы не придем. Почему тогда я должен быть? Я и так для всех плохой. В очередной раз плохим. Если вы сами не хотите свою пятую точку поднять, прийти рядом с Дженсухом стать, который сегодня своим здоровьем. Может он не может до конца свои мысли изложить, но он просто чувствует, что сегодня народу плохо. И ради него он встает. А вы не можете ради него просто прийти его поддержать. Или прийти сказать, брат, мы видим твои старания, не надо губить здоровье, уйди с голодовки. Но мы с тобой, мы тебя понимаем. Нет, вы просто игнорируйте, потому что не хотите власти показать. Потому что лишний раз эти уроды могут вас на дороге остановить и спросить ваш паспорт, проверить вашу машину. Вы за собой чувствуете, что у вас что-то нечистое, поэтому переживаете. Или пытаетесь свое бездействие оправдать какими-то слухами, какими-то. Эта ситуация сегодня нездоровая. Не только в топливе дело. Всю инвестпрограмму сожрали. За счет инвестпрограммы расплатились якобы с долгами за свет. Слушайте, с какими долгами висит. Люди, которые майнинят, они платят. Большие фермы, которые основные, они платят. Они платят по полтора рубля. Ну покажите куда и кому. Чего вы этот вопрос не задаете никому? Или те миллиарды, которые Россия выделяет на построить детскую больницу или какие-то там еще социальные проекты. Они не доходят, а перекрываются за долг за свет. Это ваши деньги. Это не их. Это никак не их деньги. Это дается народу Абхазии. Это не дается в карман президенту или кому-то, или министру экономики, чтобы они распределялись. Для банков не существует выходных. Наши умудряются в субботу-воскресенье не работать. Потому что в пятницу, когда приходят деньги бюджетные, их можно положить в какой-нибудь банк, прокрутить, получить процент. Там им хватает, где зарабатывать. Но в понедельник выплатить пенсионерам деньги, а они их задерживают месяцами. Это процент уже совсем другой. Ну, рука руку у них моет. У них скоро собаки во дворе не будет, потому что она будет где-то трудоустроена. Все дети, жены, все сидят и работают. Каждый работает. Уже везде лезут. Но вас это не смущает. Вам все хорошо. Потому что они просто расширяют рабочие места. Как? Есть фонд зарплаты в 600 тысяч на 20 человек. Но они берут еще пятерых, суют и этот фонд зарплаты делят на 25 человек. Просто у кого-то зарплата упала, ну и черт с ним. Главное же не уволили. Потом также следующая власть придет, еще добавит пятерых, еще добавит пятерых. Потом будем сидеть, говорят, вот я за свою работу получаю там рубль. А ты за то, что получаешь рубль, ты и не работаешь. И другие не работают. Вы как собака на стене сидите. А страдает только наша Абхазия. Вашим бездействием. И тут добавлять о том, что сегодня подняли топливо. Люди зарабатывают на том, что туриста поднимают на рицу. А вы берете и увеличиваете проезд туда. Это семья из пяти человек, которые на автобусе едут увидеть прекрасной нашей Родины. За что она должна заплатить в два раза больше? Просто переведите это на сумму, и вы поймете, за что им там платить. Нету понимания. Мы что-то добавили. Мы там сделали какие-то обслуги. Или там ты только шлагбаум пересекаешь, тебя на руках там носят. Или тебе там не хамят. Или ты там приезжаешь увидеть красоту наших гор, и ты не видишь там мед, вино и все этого. Я не знаю, что там. Там есть коллектив. Там он работает. И к этому коллективу приезжают. Я каждый год, День Победы, еду туда, в коллектив, людей, которые в этом заповеднике работают. Я не знаю, что от того, что цены подняли, что что-то им помогли. Нет. Они все сами, это семьи работают долгие годы, они сами все делают. Они должны теперь лесгинку танцевать, чтобы человек, который туда приехал, как-то был доволен. Нет. Их задача вкусно накормить, встретить человека, и все. Задача республики, если она берет деньги, что-то добавлять. Ничего не добавляется. За что берется деньги? Услуги оказывают другие люди. А они за что берут? Что они сделали? Также пещеры. Везде, любая сфера, где государство присутствует, увеличили. Зачем? Оправданно? Если вы нам показываете, что в прошлом году туристов было намного больше, денег у вас профицита больше, еще что-то. Вы нам это показали. И вы увеличиваете, чтобы меньше приехало. Или чтобы вы больше заработали. Я просто не понимаю их логики. Они сейчас будут пытаться экономически что-то говорить. Слушайте, я себе даже плохо выучился. Но я все равно экономист. У меня были хорошие преподаватели. Может, я плохо слушал. Но мозг мой фиксировал. Я не могу, наверное, экономически изложить. Но я чувствую, что вы врете. И я вам буду говорить, врете. Может, просто не могу более аргументивно вам сказать. Но аргумент то, что я приезжаю в Норицу в Апатскую. Это не государство там. Там определенный человек, определенная семья, официанты, еще что-то. Он меня обслуживает. Я еду по дороге. Где-то есть какие-то остановки добавились. Или еще что-то, где я могу отдохнуть. Машину припарковать. Еще что-то не заметил. За что вы подняли цены? Сегодня вместо того, чтобы снизить проезд, чтобы поддержать наших перевозчиков, которые привозят, чтобы они заработали, чтобы сохранить на уровне прошлогодних цен. Нет, вы этого не делаете. И, наверное, вы начнете думать, когда год-два к нам перестанут туда ездить, вот тогда вы будете пытаться что-то исправить. И вспомните, наверное, наше святое слово «Асас». Сегодня для вас это турист, отдыхающий, но никак не гость. Печально, обидно. Все в это превращаемся. Если вы не успёте, и они сьутся, когда вы получите свою жизнь, но позицию пока нет, по-позеции мы получит свою жизнь, мы получили жизнь, чтобы эти люди, они получили жизнь и они должны хотеть. и хаджу ву старту зубы не пришло пари и и не чку не пусил цен и ха президент ту голана дэнджа же и уйца заряд парламента все зелен газит министерство экономик он ты какой-то нижний слой какой-то дел как будто читался, кроме цифр ничего не слышно. И так она, я ух ты забрёб, ях паркаги забрёб, и самбадзид. Резыги, а ветеранцы, за у sungール джойг, розыги, а в шарате пахте бодзид, бездальный час они и через Бакгаю, со спиртами. и подумал, что я уже упускаюсь на него, что он не был, в шаратеrup, то есть как мне было, что он его упускает, он собрал свой независимый и все это важно как и зарегидатор, так что я бы независимый, не забрится, едва ли все запас, Взбан арт и гейхайх бин Среди встарков, встарков, гиздерон Сдасков, гейзас, намояну, тахкуд, хаги сарапид Ага, сфиндкар ях истарков, таховзил Наоборот, сшитка малахи студид Иезы киснер бин Сашчар, рома, сфиндкар, рома, сдинама и хестисглс адвокат шаров и аурусы айшад дырки в законодательстве Дареб хамши сгон анаса дагаврионас куэллэшарэллоги дагаврионас хгихуддин Дагаврионас егузу адвокат дебсах хасарган шуксы кэбжги ва хтудргид Мапскит ххэбжгисэл Все Избэн я не договороспособный У меня нет компромисов У меня есть родина И для себя я знаю, все мы умрем, а она останется Уизээн анчажа абсна абсна ханаххэл Бсна рацхаб хаа я рацхаб Б ка хаа BT Лحи эрман яом аурус июм аддайна хнидгszystя Яйха Нытак хуру Б go ту У меня ка нэ Ох смече ва хакутX Тренировку каохлDo Большинства, абсинс Fuck и у них нам не понравились и не понравились если